так доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы начинаем сейчас одновременно чат в телеграме начинаем чат в телеграме глава у нас сейчас глава толдот толдот день 2 и пока месть в фейсбуке вы зашли в на урок пожалуйста у меня к вам большая просьба большая просьба перейдите пожалуйста посылать чтив телеграм и подпишитесь telegram телеграм-канал чтобы вы тоже были подписаны потому что мы сейчас очень сильно хотим расширить нашу деятельность и нам очень важно поэтому чтобы вот у нас на всех каналах было активность мы хотим чтобы была активность потому что чем уже раз активности тем больше у нас желание у нас желание и сил действовать а чем больше у нас желание и сил действовать, тем больше к нам присоединяются друзей ВАИКРА, партнеров ВАИКРА, спонсоров ВАИКРА и основателей проектов. Мы сейчас сделали еще одну такую вещь, что те люди, которым Бог дал благословение и которым Бог дал деньги, они могут основать образовательные проекты свои, да, быть инициативой для того, чтобы людям сообщить о Боге, о Торе, все, что в рамках Торы и заповедей. Мы готовы поддерживать как образовательный партнер и возможности. Бог вам дал возможности помогать миру узнать о Боге, то мы хотим быть важными партнерами. Поэтому, пожалуйста, на всех каналах подпишитесь на нас, подпишитесь пожалуйста на канал ВАИКРА в Телеграме. Видите, у нас сейчас в Телеграме очень отлично идут уроки и видео есть. После урока сразу идет аудио, удобно делиться. Пожалуйста, подпишитесь на эти каналы. Значит, мы сейчас делаем вместе следующий шаг. И сегодня у нас вообще, вот я могу сказать, это мой любимый отрывок в письменной Торе. Любимый прям сегодня отрывочек. Как раз опал. Это второй день главы Талдот. Сейчас вы узнаете почему. Очень для меня он такой жизненно важный. Он, можно сказать, фундаментальный во всем, что я делаю. Я когда первый раз его изучил, вот первый цикл я изучал, изучение Торы, то я на него обратил внимание и он меня с тех пор стал одной из моих жизненных установок. Значит, как вы помните, мы остановили вчера на том, что у Ицхака родилось два сына. Один Эйсав и второй Яков. И, значит, Бог подтвердил свое благословение, которое он дал Аврааму. Он ему подтвердил Ицхаку. Он ему сказал в конце вчерашней нашего встречи. Он ему так сказал, что живи в этой земле, то есть в земле Израиля, и я буду с тобой, так Бог ему сказал. И я тебя благословлю, и потому что тебе и твою землю Израиля, землю Бога, божественную землю, и установлю я ту клятву, которой поклялся я Аврааму, твоему отцу. То есть я ее, эту клятву подтверждаю, и я ее устанавливаю в эти мать, как бы она существующая становится, да, я ее усиливаю. И умножу я твое потомство, как небесные звезды, и дам я твоему потомству землю Бога, да, коль арцот аэль, что все земли Бога веид барху и благословятся в твоем потомстве все народы земли. То есть это как раз было такое благословение на Ицхака, очень интересное и полезное. За что? За то, что слышал Авраам мой голос, за то, что Авраам услышал мой голос. То есть все это благословение началось с того, что Авраам, он услышал голос Бога, который голос Бога был очень-очень, был он такой, знаете, как противоречивый. Не приноси жертвы, будь добрым, потом возьми нож, убей сына. Иди, значит, в землю Израиля, будет у тебя благословение, иди в землю, которую я тебе покажу, будет благословение, приходит, там голод. То есть Бог Авраама проверял именно на вот этот вот момент, слышишь ли ты мой голос, или у тебя внутри слышен голос твоего эго. Что для тебя важнее, твое я или голос Бога? И за то, что Авраам слышал голос Бога, в Вейшмор, Мишморти, и он сохранял то, что я ему сказал делать, да, то есть он, когда Бог ему сказал, все, не надо убивать, да, сына, он говорит, нет, а вдруг это все-таки я ошибаюсь. То есть он настолько хотел убрать свое эго перед Богом, да, он хотел просто соединиться с Богом, вот все, меня нет, есть только Бог. Митсватай, все мои заповеди он соблюдал, Хукатай, все мои постановления даже непонятные, в эту рати и учение мое. За это вот Бог подтвердил клятву, которую дал Аврааму, и он подтвердил это благословение Ицкалку. Вот сегодня начинается у нас новый отрывок и написано Ваешев, Ицкак, Беграр. Значит, и жил, сидел, жил, Леяшев, это как сидеть дословно, но это переводится как жить. И жил, Ицкак, в Граре. Значит, где это Грар? Как я понимаю, Грар это там, где сейчас находится Газа, сектор Газа, который, которые, это юг Израиля, Аштелон, вот эта вот вся земля, Аштелон это уже Израиль, то есть он жил в Аштелоне, у меня друг есть один, он живет сейчас в Аштелоне, несколько даже из приятелей, друзей, вот примерно там жил Ицкак, возле Аштелона. Ваишалу анше маком ли что? И спрашивали люди этого места про его жену, значит, люди эти, представляете, он приходит туда, как они тогда выглядели? Я жил, был в музее Израиля, есть в Иерусалиме музей Израиля, и там есть их захоронение, вот этих вот кнанистих народов, всякие предметы быта, то есть они были очень похожи на, вот, знаете, есть в Африке такие народы, они женщинам надевают кольца на шею с детства, прямо надевают кольцо, 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 и вытягивают у этих женщин шею, как у жирафов, такая у них шея, а в уши наоборот вешают такие тяжелые-тяжелые серди, и у них такие длинные уши, вот так вот они прямо растянутые с детства, и значит, вот эти вот кнанистские народы, они вот именно так выглядели, еще у них был такой очень приплюснутый нос, они были похожи на вот пятенезы, вот эти есть собаки, потом есть такие собаки мопсы, вот они были похожи на мопса, вот с такими вот ушами, и с такой длинной шеей, очень страшно выглядели, судя по их скульптурным вот этим вот изображениям, в которых они захороняли, они памятники себе оставляли, и вот значит, вот эти вот люди начинают спрашивать про жену Ицхака, о, какая жена у тебя, это жена твоя, Арифка, как мы знаем, она была красивая, Товмаре, Ефатмаре, сейчас, как же про нее сказано, она была красивая видом и Туаром, Туар это осанка, Арифка, она была наоборот такая, представьте себе, там Майя Плесецкая, например, да, с такой осанкой, вот она такая ходит, белая, такая светлая, все, сияет, и они, значит, смотрят на нее, говорят, о, какая девушка, и сказал Ицхак, Ицхак, когда воспользовался дела отцов, знак для сыновей, он воспользовался технологией Авраама, в то время было, так как они после потопа признали законы, что нельзя забирать замужних женщин, у мужа, да, нельзя, то есть это, Бог это не любит, они боялись этого, но мужа убить можно было, а теперь, но если это сестра, то на сестре надо было жениться, нужно было отдавать выкуп там и так далее, поэтому Ицхак, он сказал, воемор, ахутии, он говорит, это моя не жена, это моя сестра, моя сестра, потому что боялся он сказать, что она моя жена, может быть, убьют меня, люди этого места, потому что она очень красивая вида, то есть он, мы видим, что Бог ему поклялся, что будет с ним, будет его защищать, будет у него потомство, отдаст ему всю эту землю, но Ицхак при этом он был очень скромный, он не хотел Бога испытывать, он мог сказать, ну ладно, посмотрим сейчас, как это будет все, да, и идти на пролом, но он думает, нет, зачем, зачем, значит, испытывать, испытывать Всевышнего, да, то есть он сказал, пошел по пути такому, да, простому пути, он говорит, это моя сестра, и было, когда прошли у него там дни, он уже там поселился, нормально, все, значит, зачем он поселился в этом городе, тоже непонятно, да, потому что там был голод, и почему он там поселился, непонятно, надо посмотреть, я не видел в уснаторе объяснения, воежков, воежков, авимелых, мелых, плештим, и смотрел, авимелых, царь плештим, царь этого народа, которые были там, бадахалон, сквозь стекло, значит, здесь некоторые говорят, я видел какие-то объяснения в преданиях, что, аж, мишкафаем, это тот же корень, как очки, воежков, это как смотрел через какое-то увеличительное стекло, как-то он особенно смотрел, объясняют это, или он смотрел, он обладал тоже магией, магией ясновидением, в то время царями становились те, кто обладали какой-то магической силой, или просто силой, и они говорили, это сила там, магическая, все цари выдумывали себе легенды, или же они действительно обладали какой-то магией, и которая их отличала от других, ну, в общем, написано, что он смотрел этот Авимелых, царь Плештим, через какое-то окно, через какое-то стекло, и увидел, и вот Ицхак, Мицахек, это Ривка, и что? И увидел он, как Ицхак, Мицахек, тот же корень, смотрите, Ицхак, это будет смеяться, переводится, Мицахек, это переводится, как насмехается, или веселит, смешит, ну, веселит, смешит Ривку, жену его, значит, как он ее веселил, он с ней вступил в супружеские отношения, значит, он ее так сильно решил порадовать, и вот он начал ее веселить и радовать, и вот, это увидел царь Плештим, и позвал Авимелых Ицхака, и сказал, так она, оказывается, жена твоя, так он ему сказал, вот тут очень в эхо марта ахутии, а как же ты сказал, что она твоя сестра, и ответил ему Ицхак, тия марти пен амутале, так я сказал, потому что боялся, что умру я из-за нее, убьют меня из-за нее, помните, Авраама, когда спросил о Вимелах, предыдущий царь Плештим, он спросил о Вимелах, а та же самая история была с Авраамом, Авраам ответил тогда, что она моя сестра, правда она моя сестра, и я вообще тебя обмануть не хотел, просто мы когда договорились, выходили из странствия свои, мы боялись люди в разных местах, разные, есть люди как в доме, есть люди, которые легко убивают мужей, чтобы забрать жен, поэтому мы договорились изначально, что везде, куда мы будем приходить, она будет моя сестра, и третье, Авраам сказал, и я боялся, что меня убьют из-за нее, но Ицхак, он не мог же, он же не может обманывать, и он не сказал, что она его сестра, он не сказал, что они договорились в каждом месте так говорить, он сказал, я боялся только третью причину, я боялся, что меня убьют из-за нее, и сказал Авимелых, что же ты сделал нам, почти, значит, лег, ну как бы, вступил в отношения один из народа, и Хадам, это как царь, да, царь с твоей женой, и ты на нас бы навел страшный грех, потому что это нельзя делать, он ему сказал очень правильную, такую, как сказать, правильное, это она, возражение, которое нас учит быть рациональными и все считать, и он ему говорит, смотри, у тебя было сомнение, может быть, тебя убьют из-за нее, да, и ты практически нас подставил под преступление, потому что на сестре ее могли, кто-то мог ее там жениться, украсть ее могли в невесты, и так далее, и тогда было бы, то есть он ему говорит, как же ты мог так сделать, но после этого, вот смотрите, насколько, насколько на жизнь человека влияют, влияют факторы, то, что называется Ашгаха Пратит, частное проведение божественное, и то, что называется Мазаль, то, что называется удача, да, по-простому, какие были варианты у Элемелаха, он мог сказать, смотри, во-первых, я не верю, что она твоя жена, может она твоя сестра, и ты с ней вступил в отношения, как с сестрой, за это было у Бнейноах смертная казнь, тот, кто с сестрой по отцу, на сестре по матери, значит, если была сестра по матери, по-моему, можно было жениться, а по отцу нельзя, в общем, он мог поверить ему, сказать, а, это твоя сестра, и ты с сестрой, значит, вступил в отношения, смертная казнь, он мог ему сказать, ты нас хотел подставить, и за то, что ты нас хотел подставить, смертная казнь, он мог, у него были миллион вариантов, у Элемелаха, как поступить, но, войца в Авимелах и приказал Авимелах всему народу, говоря, тот, кто притронется к этому человеку и к его жене, умрет, умрет. Он говорит все. Ни его, ни его жену не трогать. То есть он ему поверил, что она его жена, а не сестра. Он сказал всем, чтобы не притрадивались к ним. И вот последний как раз отрывок сегодняшнего дня. Тот, что мне понравился. Да, вы, наверное, думаете, а что Ицхаку понравилось здесь, да? Вот слушайте, Ютбет, 12 отрывок, он звучит так. Во Израиль Ицхак берет саи и посел Ицхак в этой земле во имца башана аи и нашел в этот год мэа шаарим в сто раз ваивар хэгул ашэм и благословил его Бог. Значит, Ицхак, после всех этих событий, помните, он, почему он хотел уйти из земли Израиля, где он жил до этого? Начался голод. И там, куда он пришел, был голод. Но ему Бог сказал, не иди дальше в Едипет, где голода нету, потому что в Едипте Нил, там постоянно орошалась земля. А вот в Израиле был голод, да? И он ему говорит, Бог, не выходи, я буду с тобой. Он там сеет, ему дается урожай в сто раз. Из одного зернышка обычно дается максимум пятьдесят пятьдесят этих зернышек. Теперь в Ицхаку возможно, ему далось, когда написано в сто раз, далось сто зернышек. Возможно, у него был урожай просто в сто раз больше, чем самый лучший урожай. Но урожай пришел не в раз, не в два, не в три, не в десять. В сто раз больше, чем в этой земле. Земля была плохая. В этот год было все плохо. Воинца нашел. То есть, есть такое, в Торе такое есть выражение Игата Вемацата Таамин. Если ты старался и нашел, верь. Но в любом случае, слово мытья, оно находка, да? Нашел. Показывает, что это с неба. То есть, это повезло. Как мы поем в песне Эшетха Эль Миимца. Кто найдет себе доблестную жену? Цена ее намного выше, чем жемчуг. Так вот, вот эта вот имца, находка, она всегда с неба. То есть, всегда это связано с тем, что Всевышний дает благословение. И вот, он нашел в этот год в сто раз урожай и благословил его Бог. Теперь, смотрите, что мы до этого видим? До этого мы видим, что все расчеты, которые человек делает, не сбываются. Ицкак боялся, что будет голод, хотел уйти в Египет. Бог сказал, что не уходи. Пришел он туда, боялся, что заберут жену, жену не забрали. То есть, человек своими предположениями, когда он думает, вот будет так, тут будет война, тут не будет война, тут будет то, тут будет это. Он живет все равно в своей иллюзии. Вот все, что человек думает о будущем, о себе, о событиях, это все просто набор его иллюзий и предположений. Фантазии. Все живут, каждый живет в своем сериале, в своем фильме, придумывают себе настроение, состояние, проблемы, цели, задачи, каждый живет в своем кино. Знаете, как, есть такое на еврите выражение, ата хай бе сэрот, ты живешь в фильме. Так вот, это можно сказать каждому, мы все живем в фильмах. Теперь, но, когда есть благословение Всевышнего, когда живет человек не в фильме, а в Торе, он читает, что посел Ицкак в этой земле, в этот год, в этой земле, плохая земля, плохой год, и пришел ему урожай в сто раз, и благословил его Бог. Тора очень оптимистична. Тора дает нам возможность, во-первых, мы верим в вечную жизнь, что со смертью ты уходишь просто в следующую серию своего фильма. Во-вторых, у тебя в этом фильме, в этой жизни, может быть любая удача, любой успех, если есть благословение Бога. Теперь, а как получить благословение Бога? Вот это главная задача. Главная задача человека в этом мире, это добиваться благословения Всевышнего, а если у тебя есть благословение Всевышнего, то у тебя есть защита, безопасность, удача, успех, хорошая семья, хорошая работа, здоровье, все у тебя есть. Если есть благословение Всевышнего. А как получить благословение Всевышнего? Выполнять заповеди. Выполнять заповеди, прям конкретно, выполнять заповеди, и включая, вы автор Лереха Камохова, «Зуби ближнего, как себя». Там масса заповедей. То есть мы все время находимся в моменте, когда каждое твое действие, если ты его делаешь во имя небес, если ты его делаешь с пониманием, что ждет от тебя Всевышний, если ты его делаешь, чтобы людям вокруг было хорошо, потому что есть, прям конкретно, мы знаем из устной Торы, «Коль ши руаха бреет ноа хеймена», каждый, что люди им довольны. «Руаха маком ноа хеймена», значит и Всевышний им доволен. Если ты это все сочетаешь в своей жизни, и учишь Тору, и делаешь, и читаешь каждый день письмо Рамбана своему сыну, очень советую читать письмо Рамбана своему сыну, где великий мудрец, который знал всю Тору, Рамбан, да, Раби Муше Бен... сейчас он, Бен Нахман его звали, по-моему, Раби Муше. Ну, сокращение его, Рамбан. Он пишет письмо своему сыну, где он ему дает, как бы, напутствие, именно как жить. То есть, если ты выстраиваешь свою жизнь по Торе, у тебя будет все отлично, и возможен урожай в сто раз. Возможен. Вот прям в любой момент возможен прям такой прорыв в здоровье. Чудо прям, конкретно должен поделиться чудом. Сейчас мои мамы делали операцию, удаляли опухоль, и я очень боялся, прям реально боялся, что после операции у пожилых людей бывает помешательство, делириум там и так далее. То есть, я боялся, что она с этой операцией не встанет. Теперь она после операции в как бы в ментальном плане и физическом встала, вот ее вчера выписали из больницы, хотя собирались держать неделю. Слава Богу, миллион раз, слава Богу, лучше, чем было до операции. Представляете? Ну как? Сами врачи говорят, по-скорее всего, будет хуже. Пожалуйста. Почему? Потому что, возможно, если тебя благословил Бог, то будет урожай в сто раз. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний дал вам благословение, урожай в сто раз, чтобы вы, мы, вы, значит, когда ты кого-то благословляешь, все равно благословляющий будет благословлен, поэтому я могу даже говорить вы, но все равно это благословение тоже будет на меня, хотя я очень хотел бы, чтобы оно было на меня тоже. чтобы Всевышний благословил вас в сто раз и чтобы во всех, то, где вам нужно благословение, каждому в своей сфере нужно, кому-то в здоровье, кому-то в деньгах, кому-то в семье, кому-то с детьми, чтобы вы молились Всевышнему и он, и малык, кольмиши, лот, львэх, литоватэха, чтобы он наполнил запросы вашего сердца для вашего добра, а вы, чтобы выполняли заповеди Всевышнего и помогали другим людям, делали добро для них, значит, распространяли знания Всевышним, благословляли всех людей вокруг вас, делали добро людям вокруг вас и Всевышний наполнит вас огромными для этого ресурсами. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok